Здравствуйте коллеги, соратники, печники, друзья и просто интересующиеся. Мы компания Печной Мир, город Иркутск и я Александр Патузов. Хочем сегодня вам показать как правильно делать некоторые изделия из кирпича, как они выглядят после сборки вживую. Значит сегодня мы расскажем об одноцентровой арке, которая сделана на банной печи. Арка сама по себе является несущей конструкцией. Делаются они для того, чтобы перекрыть некоторые проемы строительных сооружений. Когда мы строим некий объем, то есть есть необходимость сделать проем под окно, под дверь, какая-то ниша с хозяйственным назначением. Чтобы перекрыть без помощи железа, без помощи уголков и всяких других приспособлений, которые разрушают печные кладки. Надежнее всего и лучше использовать вот такие конструкции, которые называются арками. Они бывают одноцентровыми, как в данном случае, двухцентровыми вот такими вот шлемовидными. Значит трехцентровыми, когда сверху значит лучковая перемычка большого радиуса, а по углам как бы два центра маленьких маленького радиуса. То есть переход из лучка в вертикальную плоскость. И четырехцентровые арки это шлемовидные вот такого формата. То есть, ну они как бы вроде как восточный стиль, на самом деле это русский стиль. Значит все они являются в безусловном порядке несущими конструкциями и на них потом после перекрытия проема можно грузить все что угодно. То есть как бы и накладывать большие нагрузки выдерживают. Почему? Потому что давящая нагрузка на замок передается перпендикулярно плоскостям соприкосновения со следующим элементом. То есть, в данном случае вот, когда мы давим вот сюда, нагрузка передается вот сюда. От этого кирпича сюда, сюда, сюда. И вектора силы, вектора силы из вертикальной плоскости, из вертикальной плоскости в замке переходят в вертикальную же плоскость точки опоры пяты арки. Пяты арки. То есть, как бы поэтому давящая нагрузка переходит, ну соосно, соосно переходит на боковые грани конструкции, да и давит соответственно на фундамент. Поэтому мы в прочности, в прочности мы здесь не теряем ничего. В печках особенно актуально применение арок. Почему? Потому что печка это живая конструкция. Она нагревается, она расширяется, она шевелится. То есть, как бы и на больших печках это даже заметно невооруженным глазом. То есть, на два, на три миллиметра, а не на четыре, бывает, расходятся, увеличиваются в объеме. Вот. И если мы поставим туда какие-то металлические уголки для перекрытия проемов, то в результате в том месте, где вмонтирован уголок, обычно образуются трещины. Трещины. Потому что линейное расширение металла, шва глиняного и кирпича, это все три разные величины. И каждый живет из них своей жизнью. В этом случае, в этом случае, значит, арка собирается из такого же кирпича, как основная несущая стена. Значит, из такого же кирпича с одинаковым расширением. И, соответственно, вот про вектора силы я вам сказал. То есть, вектора из вертикальной же плоскости переходят в вертикальную плоскость. Всегда они работают вектор силы перпендикулярно плоскостям сопряжения. То есть, здесь он укладывается в ровное кольцо с одним центром. То есть, ровно полукруг с центром вот здесь. 50 сантиметров. Значит, этот проем в данном случае, он у нас что? На нем сооружен колпак. То есть, это колпак-коллектор. Вот здесь труба у нас выхода от дымовых газов. То есть, это колпак-коллектор сборной с боковых каналов. То есть, как бы, его на что-то надо было нагрузить. Мы его нагрузили вот на эту арку. То есть, здесь походят дымовые газы и уходят потом у нас в трубу. Также нам здесь надо было коллектор этот отграничить от каменки. Каменка у нас в данном случае закрытая. Значит, арка выточена, вот это, из кирово-чипецкого кирпича, цвет темный шоколад. Значит, ну и замкнута вот таким замковым элементом. Значит, замковый элемент делается отдельно. Отдельно ставится соос на вертикальной оси. Значит, каждый элемент арки набирается попарно. Попарно. Правый, левый, правый, левый, левый попарно то есть каждый элемент в каждом ряду должен соответствовать элементу ну то есть правый соответствует левому они могут между собой быть все разные но они парами порами должны быть одинаковые то есть можно собрать здесь допустим питу 3 сантиметров и потом поставить 7 сантиметровый кирпич потом 2 сантиметров и роли никакой на несущие способности это играть не будет никак не скажется на изменение сущих способностей главное чтобы они были одинаковы в паре правый первый правый правый первый левый первый второй правый второй левый то есть они между собой должны быть и так и соответственно когда мы вот так арку набираем право-лево право лево подходим сюда к замку значит вот у нас два крыла арки два крыла арки собранные на кружалке значит вот это расстояние отмечаем переносим на кирпич выпиливаем замковый элемент что потом делаем забиваем о киянкой до примерно середины вытаскиваем кружало и уплотняем замком уплотняем всю арочную конструкцию чтобы она села у нас в 2 3 миллиметровый шов чем тоньше шов на сопрягаемых поверхностях варки тем крепче несущая конструкция в идеале конечно их надо делать в миллиметровый шов вот александр тарасов допустим делает он миллиметровый шов макаров андрей то есть питере делать тоже миллиметровый двух миллиметровый шов скажем так не миллиметровый в данном случае арка сложена двух трех миллиметровый шов кажется шире за счет снятых фасок ну чтобы было красиво значит радиус здесь внутренний радиус выпуклый это заводской вогнутый радиус выточен вручную то есть в цехе ну все вот подобного фасочки сняты все смотрится красиво гармонично вот спасибо за внимание до свидания компания отличный мир и александр кузов